У Юлии Бобковой четверо сыновей. Старшим 16 и 17 лет. Второй год подряд они работают озеленителями в санатории «Русь». Четыре часа в день, утром или вечером, когда и как удобно, получают примерно по 11 тысяч рублей в месяц. Это было их решение. К среднему 14 в семье надеются, что он пойдет по стопам братьев. Помимо определенной финансовой независимости, это еще и ценный жизненный опыт. Они знают, что им на работу надо идти. Он приходит с учебой, по-быстренькому перекусил и побежал снова на работу. Старшимся, чтобы они мужчинами росли. Они же все-таки мужчины будущие, правильно? Будущие добытчики, будущие защитники наших женщин, чтобы они домой копейку какую-то приносили. Все-таки мужчина есть мужчина. За 9 месяцев текущего года через Центр занятости населения работу получили 755 подростков. На четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Есть утвержденные перечень работ. Они должны быть прежде всего безопасными. Также многие устраиваются в школу, чтобы помогать с уборкой и благоустройством. Перед осенними каникулами уже поступило 110 заявок. Это не считая тех, кто придет за направлениями самостоятельно. Подростки хотят работать, идут активно к нам. Самое интересное, что те дети, которые работали в школе, они также продолжают там работать. А вот те дети, которые работали в санаториях или в структуре ЖКХ, они в прошлом году работодатели только присматривались к ним и брали их по две недели, по месяцу. В этом же году уже стараются брать на все лето. То есть видят, что действительно дети работают и работают хорошо. Есть случаи, когда предприниматели берут на работу несовершеннолетних без какого-либо договора. В итоге не нарабатывается стаж, а права остаются незащищены. Специалисты центра выявляют такие факты. Подросткам и их родителям рекомендуют искать работу через городскую службу занятости. Сегодня можно не только приходить лично, но и связываться со специалистами через интернет.